Я рад вас всех приветствовать, дорогие друзья, на связи Незнаков. Сегодня в ролике у нас будет Медовая Квапа. Недавно записывал её тоже, фулкаточку делал, там мини-гайд, рассказывал за итем-билды, за скилл-билды. Эта Квапа через Аспект Мазохиса, через Макс третьего скилла, с быстрым догончиком. В общем-то, обещаю, что каточка будет очень интересной, желаю вам приятного просмотра. И напоминаю, ребята, как только собираем 150 лайков под этим роликом, сразу же выходит новый у нас. Ну и погнали, стоять будем против Сефа. На старте у него очень мало урона, поэтому в наших же прерогативах не дать ему опции настагать себе душ. Поэтому будем стараться всячески мешать ему каэсить. Наших крипов тоже засекюрим при помощи третьего. Не сняемся нажимать. Этого поддонать бы тоже, а? Хорошо, идеально. Кажется, ноль крипов Сефа. Будем тратить койл. Да, тратит, но уже поздно. Идеально, пока всё складывается. Максимально идеально. Самое главное, да, сила, опять же, вот, не давать ему ранних душ получить. Тогда всё будет нормально. Эту тоже поддонать, скрипа. Хорошо. Дальний, который засекюрили. Идеально. Скоро у нас будет бутылочка. Будет чуть попроще с ресурсами. Может быть, не бояться спамить наши скримы. Подпробили его, нормально. С него лицо прям реально треснуло. Я думаю, ещё чуть-чуть, да, получится его бить. Если он не успеет отрегениться. Всё, пошли койлы у него. До секюри удален. По-моему, это первый крип вообще. Из этой пачки. По-моему, так. Это наше. Это ещё поддонать попробовать. А, он не забрал. Не, идеально всё складывается. Не пожалел, он потратил койл на оранжа. В принципе, правильно? Его второй крип. Бутылка у нас приехала. Дальше, наверное, куплю сразу стики. Может, опять же, стоим против Зефа. Будет нам накапливать ресурсы. И это всё будет очень круто. Подпробим немножко оранжа. Проман с помощью скрима забрать. Мешка продамажить Зефа. Пытается, пытается что-то нам сделать. Нехорошее. Нормально, у меня куча ещё ресурсов есть. У него, кстати, тоже приехала бутылка. Интересно, надо пойти законтролить две руны постараться. Сначала верхнего. А всё, походу, на нижний пошёл уже. Да и ладно. Чё, сразу гражданой сики себе везём? Чё, в моменте потом была опция переграть его на ресурсах? Как он всё отрегинился? Хорошо, иди, иди просто, длинай. Мне кажется, он прям немножко не в зоне себя ощущает. Немножко его подвешивать в ситуации, которая происходит. Хорошо, это тоже наше. Даём третий так, чтобы по рейнджу попасть по Зефу. Он ещё получил пару орехов от башни. К тому же будет даже его попробовать ещё подразмять. И потом с помощью третьего забить. Если получится. Всё это для короны. Не, боится, что-то не подходит вообще. За ним туда впадлуйте. Какой лучший приоритет надо покачать крипов. Дальше будем делать себе нулик. Ну чё, братишка? Не получается, не получается не добивать крипов. Прям вообще. Я себя взял максимально. Опрягиваем нашего рейнджа. Пробуем поднать. Я потратил койл. Хорошо. Очень важно такие моменты уходить с рейнджа Дальника. Ну, чтобы не получить койл вместе с крипом. Короче, вот так вот. Против Сефа это очень важно. Чтобы он нас не пробивал. Всё, денежка на нулике есть. Сейчас себе привезём. Скоро будут руны у нас с водой на четвёртой минуте. Сефчик, кстати, восстановил ресурсы. Не знаю, каким чудом. Короче, всё благодаря Тангусам. Там под башней ещё побегал, постоял. Так что, и так вот. Хорошо. Дальше стараемся днаем. Рейнджа контролим нашим третьим. В идеале стараемся проводить ещё Сефа. Неприятно, неприятно им становится. Появились руны у нас. Подднаить этого. Хорошо, хватило, кстати, урона. Я думал, не хватит. Я посмотрю, куда он пойдёт. К руну. Он хочет на верхнюю пойти. Может быть, у неё за братью? Подправить сразу третьим? У нас ещё будет третий скоро. Парик имеется? Здарова, братик. Здарова. А ведь и Сеф мог сыграть лучше. Будь у него побольше рейтинга. А ты хочешь апать рейтинг и выигрывать катки, не тратя драгоценное время? Тогда встречай не знаков в бустбот. Твой личный помощник в доте. Что у нас есть? Калибровка. Быстро и без риска сможем выбить плюс полторы тысячи рейтинга до 30% уверенности. Нужно больше? Прокачаем твой аккаунт до 100% уверенности, сделав плюс 2500 ммр. Буст аккаунта. Хочешь быстрее подняться по рангу, чтобы играть с крутыми тиммейтами? Оставь это нам. Мы гарантируем плюс 500 ПТС в сутки. Обучение. Наши опытные тренеры помогут улучшить макро и микро игру до такого уровня, что ты сам захочешь стать бустером. Сотни довольных игроков уже начали получать удовольствие от игры. Готов к ним присоединиться? Заходи в дни знаков бустбот по ссылке в закрепленном комментарии и получи скидку целых 30% на первый заказ в день обращения по промокоду KES30. Стань лучше в доте уже сегодня. Очень важно было идти сразу на руну, иначе он просто пошел на противоположную. А так он очень сильно хотел отрагинить себе ресурсы, попить водицы. Ну и мы, в общем-то, на этом его и подловили. Что, дальше будем ходить ботинок? Опять же, ботинок мне нравится больше, чем фастагон на Капу. По той простой причине, потому что мобильности у нас очень мало, за счетом нашего блинка. МС очень маленький. И лишний МС он всегда профитнее, кого-то там позачездить, стрельфануться от Кайла. Ну и, в общем-то, все равно гораздо круче там, даже вот когда от руны обратно прибежать, если... Так что так вот. Шестой у нас появился. Можно будет попробовать ИС-фщика как-то подразогреть в перспективе. С ультимейта его попробовать пришибить. С нашим аспектом мазохиста урона гораздо больше становится от ультимейта, чем по дефолту. Поэтому этим нужно пользоваться. Немножко переагрием пачку. Пытаемся дэнаить. Он тратит все койлы. Офигеть. Он просто в тиртиной сэфи. Мы ему вообще ничего не дали. У нас все суперкруто. 34 крипа имеется на пятый. Это прям супермного. Базинок летит. Скоро будут активные руны уже на 6. В идеале порой законтролить их. А если ка не будет дэдэха, либо хаста. Это прям будет суперкруто. Вардик себе поставили, чтобы руны контролить. Камар запушить пачку. Чтобы без проблем было время пойти. Не теряя крипов. Руна с инвизом. Тоже на самом деле неплохая. Можно с этой рункой, наверное, пойти попробовать на бот сходить. Подзаромить. Вингу либо в Раскинга попробовать убить. Надеюсь, у них тут нету Сентрика. Не знаю, есть или нет. Как будто что-то ВК знает. Как будто что-то почувствую, не? Не, он за Лотосом пошел. Все нормально. Но хочу, чтобы тиммейты подошли. Пока в инвизии не хочу раскрываться. Урона у меня хоть и очень много, но все равно нужен какой-то дополнительный урон. А еще за прокат не хватит его бить. Цельщик на луресах стоит пока. Линия очень сильно запушилась. Немножко подожду еще. Стрела нам мимо. Титанчик подошел у нас. Блин, ну куда ты? Он станц ловил еще под тавером. Чуван, откинем ульту. Подпробили ВК. По-моему, кстати, что я апнул. А это минус. Такая север ротация потока получилась. Подмакс у тебя третий. Попробовать Вингу надо еще допинать. А, нормально, Миран забрала Вингу. Конечно, получилось не так, как я хотел. Было круто бы убить Фрескинга. До его что? Но он прям как раз апнул. Там еще Титан сфидил под башней. Переагрессировали немножко, ребята. Чуван, обратно возвращаемся к СФу на мид. Игра пока что ощущается очень равной. Счет 7-3. И обещает быть очень интересный. Чуваним пока баунти за контролем. У тебя еще будет активка скоро. А, сразу две руны есть. Отлично. У меня приехала шмотка на статы. Наверное, можно пока приложить за место тангусов. Активка на боте. Руна счета. Еще это тоже заберем. Хорошо. На тупе там и сэвчик зомби, который себя чувствует неплохо. Сэв куда-то ушел, наверное, подкачивать лес. В принципе, оно может и к лучшему. Который не хочу пока никуда выходить. Посмотрим на карту, если вдруг противники будут как-то нагреть. Может быть, делать ТП. И тоже нужно подкачаться. В этом я ничем не помогу даже. Очень важно догончик себе побыстрее добить. Догон это артефакт, который нам позволяет усилить наш прокаст. Чтобы как-то гарантированно убивать какую-то цель. Пойдем поищем и сэвчика пока. А, он где-то здесь качается. Ё-моё, он прям на лоу. Погнали прям за ним? А? Здарова, братик. Нашли сэвчика. Это единственная наша отрада. Будем с него отжираться. Что на других линиях пока все неплохо ощущается. На тупе ребята что-то так себе тоже чувствуют. Я думаю, получится эту игру соло выиграть. Если сильно постараться. Теряли верхнюю башню. На самом деле, не очень хорошо. И срана теряется башня на легкой линии. Огромнейшее пространство появляется у противников. Ой-ой-ой. Бляха, бедная пашка. Божик, ну ты чё, блядь? Чё с ней там? Чё с ней там делает? Какое кино снимает в 18+. Хм. Сейчас, наоборот, пока открыть тавер. Собоишься его золосхитить. Получу ещё немножко больше золота. Важно как можно быстрее добить догончик. Скоро ещё активка будет на 10. Чё дождаться? Боже. Хорошо, всех хребов добили. Догончик появляется. Сразу себе заказываем. Ё-моё. Офигеть, там пуш с блинком уже. Охренеть. Ладно, пока заберём ровное усиление. Сейчас встретим догончик, и можно будет даже... Как-то ответить на наглость противников. Догончик есть? А, там стаки ещё стакают. Чё, я просто пока топьюсь. Хочу напомнить, ребята, за фишку, что при помощи догона мы можем также шотать всех юнитов, кроме меньшей. К топуль тудора можно быстро шотнуть. Но пока, честно, нету желания такого, потому что, наверное, там пужик. Хочется его пробовать убить. Если я потратил сейчас догон. Был бы анлак. То есть это важно с умом иногда делать. Если, например, не хотите время тратить, то можно. Талантик берём на силу. Дальше по зомби начинаем работу. Соник по двоим, отлично. Немножко подвыть и нужно. Убить этих зомбарей. Дальше себе сделаем ПТ-ху. Потом будем выходить в Каю. Первое, почему ПТ-ху? Потому что мы ещё, помимо этого всего, сможем чуточку лучше размениваться. Больше так спид иметь. СФ-щик фазбринг вышел. Любопытно. Вот, и плюс подобудет там иногда на силу, чтобы подвыжить в каком-то спорном моменте. Пацаны там вместе тупо стакаются. Ужас. Ужас. Какая сложная будет игра. Я прям чувствую. Погнали пока зомбареза попробуем пробить. Догончик у нас ещё имеется. Сможем его засекюрить. Отдай нахуй тавер. Ещё прыжок третий. Хорошо, изи фраг. Если мы отдаём тавер, мы отдаём вот эти стаки, блядь. Максимально хорошо получается. Но пока только у меня всё хорошо в команде. Наверное, вот именно такие игры вам нравятся, ребята? Напишите в комментариях, нравится ли игры с тяжёлым стартом, когда всё очень-очень плохо на старте у моей команды. Когда прям нужно максимально соло выигрывать, вытаскивать. Иди на мин. Напишите, как думаете. Вот, а я что, буду выходить по Кавкаву. Возьму себе первый. Кто-то на такой копе любит максить плюсы, но я скажу, хочу заметить то, что всё-таки первый скилл тоже очень круто нам помогает потом по игре. Если мы облетаем, можем кого-то подзамедлить. От несколько тысяч колебных. Тоже круто. Немножко подразмяли ВК пока. Ну, там сравнение там. Ну, Тавр не хочется бить. Не на Медуз такнулись. У них стрельной ТПшки нету пока что. Ладно, погнали, дай немножко подолбим. Чуть-чуть подолбить Тавр можно под пачкой. Потратили гриф. На Мид они тоже нам сломали. Приехала ТПшка плюс нейтралка. Кинул скан, чтобы посмотреть. Нет ли кого-то рядом. А, они стянулись вместе туда. Возьмём нейтралку на Манреген. Плюс сопротивление магии. Фигеть там стаков. Просто с ума сойти. Чё, попробую зафармить? Это дело. Не жалеем ультимейт. Возьмите эти стаки, заебал. Хорошо. Почти-чуть фармёжка идёт у нас. Поль, но их очень много, я не знаю. Просто с ума сойти. Реально. Ультам СФ пришёл. Да дайте зафармить. Пацаны. Тихо-тихо-тихо. Подождите. Подождите. Как страшно. Пляха. Уф, походу успеваем забрать. Офигеть. Все мне сюда сейчас подошли. Это было бы очень грустно. Ладно, всё норм. По итогу есть денежка на Каеву. Пойдём себе отрегеним ресурсы. На базу быстро. Да и может будет чё-то уже подумать. Из минуса пока ультавка, да. Поэтому... Чё-то прям супергениальное вряд ли получится сделать. Каплю уже можно продать. Чё, пойду, наверное... Не знаю, куда пойти. Да, можно на ботю. Там винга у них чё-то загуляла. За руну их с пыль пошла. Погнали её примем. Ай, сэвчик здесь. Ё-моё. Охренеть. Так, хорошо забрали вингу. Пока отходим немножко. Сэвчик на ЛУХП. Ой, Леончик, молодец. Красавчик. Нереальный мужчина. По итогу неплохо подрались. Разменяли брандон двоих. Дальше хочу пока подмаксить догон. Потом можно бы сделать себе Сашу ещё. Дополнительно. Чё, законтролить руну? Забрать регенку. Телепорт возьмём. Ну и потом уже сделаем себе Шарлик. Под максим первый. Винга снова пришла. Я бы мог её попробовать запрокастовать, но очень страшно, что у неё за спиной там будет ещё 10 человек. Никого на карте не вижу, поэтому супер рисково ощущается это действие. Какая лучше подзачириться, подкорчаться. Чисто сыграть на статику. Чё, догончик может себе апнуть. Пока что. В идеале какой-то файт принять, где будет много противников. Получит дать Соник. Блин, нет телепорта, к сожалению. Телепорт отсутствует пока. Пуджа надо наказать. Надо, надо. Ну, цепляй, Леончик. Да чё? Чё он не может подцепить его, а? Очкошник, ладно. Охренеть, он ещё задолжил мой третий с им блинком. А мы его просто так заберём с имейта. Нет смысла жалеть. Такой игре следует максимально пытаться хотя бы кого-то убить. Игра максимально равная. Плохо, Винга пришла. Майни в тренину там. Немножко позащился. Ещё обним догон себя. Страшно, блин, тут. Страшно, реально. С третьим курьером. Наверное, Говардик поставила. Попробуйте убить бы её. Никазать за это. Хорошо, будет сейчас ещё прыжок. А, свапнул меня. Да иди нахрен, а! Пошла бы на нас сюда. Тамбу потратили, кстати, на меня тоже. Но это так не работает. Я макшный блинг, поэтому мобильность огромная. Баби Рана умерла ещё. Да чё там надо ей, а? Да чё? Могла же быть, типа, идея. Олипах. Посыпь здесь. Гоню немножко же дамажем. Ё-моё! Ха! Он не ожидал, что будет так много. Рано с догона. Почти, что заберели его. Целиком. Там крепы ещё немножко помогли. Но было-было. Погнали бот дефать. Нам нужно дефать бот. Нет, дагон почти подошёлся. Талант разднём на урон. Сейчас спектрами захиста талантный урон более профитный. БК в инвизи. Ё-моё! С его Тора можно попробовать убить. Стрела летит. Да, хорошо. Попал на какой-то стрелой, Мирана. Но этого всё равно мало. Можно из него жизнь педе выбить. Если он ещё дальше подставится. Но прям туда под пуджа не хочется лезть. Возьмём ещё и рецептик догону. Приступай, Хо. Короче, нужно стараться как-то отыгрывать от ошибок врагов. Если они будут наглеть. Если я вделал себе... Я шукаю. Будет чисто через взрывы играть. Хот, король. Отпушили быстренько мид. Надо ещё подкачиваться. Там ещё пачка пришла. Ой, а пуджик здоровый 12 левел, офигеть. Просто мутант какой-то на пуджа. Он заряжен положительной энергией. Хм. В работе происходит какой-то файт. Ингу поймали. Сюда одна она там или нет? Ну, как будто да, кстати. Как будто она загуляла просто. Уже пудж пришёл. Его надо забрать. Хорошо. Первый на пуджа. Хорошо, Леончик пригнал. Должны его забрать. Все, выходим. А чё, он выжил? Да, блин, вы чё не убили? Чё, он выжил? Как он выжил? Это, походу, за счёт третьего. Наверное, за третьего. Вроде, должно было ухватить урона. Ну, это ладно. Анлайки иногда бывают. Ещё под макси у себя догончик. А пуджик здесь. Он даже не боится на пуджа, прикиньте. Реально. А, они там все бегают на стройке. А, пуджика надо как-то забереть попробовать. Здорово, братик. Теперь главное выжить. Главное выжить как-то, а? А-а-а. Блин, очень хотелось поджалубить. Противники прям супер офигевшие. Они тут занимаются в нашу территорию. Прям вообще не боятся. Максимально не стесняются играть первым номером. Но, в принципе, пока могут себе позволить. Чё, да, дальше шардик попробую сделать. Выфармить. Шардик нам даёт крутую опцию. В дальнейшем, при 20-м левеле, когда мы берём правый талант, можем прыгать в пачку и отпушивать её за прыжок плюс третий. Целиком все крипы умирают. В том случае, если нету супер-крипов на линии. Супер-крипы напоминают те, которые спавнятся по одной линии, когда нету казарм. Как пытаемся накачать себе шардик всеми доступными путями. Чё, здесь можно подкачаться? Без проблем получается. А, не встряхнул. Не потому крипу нажал. Это ладно. Чё, баунти взяли? Нормально, кстати, пуджа там убили. Так, ну-ка, и сэвчик пришёл отпушить линию. Погнали с ним пообщаемся. Ха! Здорово, братик. Чисто за прокастов с бриллием. То есть урона такой копы очень много. В случае, если мы берём Каю, Максим, догон, урона просто миллион. Ну, и сэв достаточно тонкий, сам по себе герой. С небольшими приростами к силе. Поэтому, для нас, это просто булочка. Один из немногих, кстати, героев, которого мы сможем так и здесь шотать. Вингу и сэв, наверное, только. Остальные ребята такие толстые достаточно. Не знаю, надо ещё подкачаться. Этих чутэншинтов не особо хочется бить. Хочешь обычных грипов побить. У нас фармится ещё наш товарищ на Иллр Титанию. Не знаю, наверное, сразу пока Сашу сделаю. Шардик попозже докуплю. Ближе к двадцатому. Пока денежка есть. Как бы Саша нам тоже даст и выживаемость. Уменьшение маноригена. Манозатраты, извиняюсь. О. Нашу и руну волшебную. Кстати, при помощи неё можно будет ульту реализовать. В ближайшем времени. Треть секунд КД у нас. Пуджик Хука это же. Сигеть. Да, с Сашей у нас до 500 хп пул. В принципе, неплохо. Прям очень даже. По крайней мере, за какой-то Хук Пуджа. Скорее всего, не умрём. Опять же, с догона можно подвластелиться. Это прям круто. Дальше скачаемся. Выкачиваем себе шардик дополнительно. Даем нейтралочку. Что там интересное есть? Нейтралки такие себе. Наверное, раз самер кейп возьму. Чисто она мобильность. Остальное что-то такое себе. Можно было на амперизм взять. Но, в принципе, за счёт догона, пока амперизма будет хватать у нас, это не приоритет. Казберём иншей. Шардиком не боимся тратить блинг, чтобы подфармить. Не стесняемся. Урона достаточно много получается тоже. ТП-х у меня есть, готов помочь. Цепь потратил ульту, хорошо. У меня тоже будет ульта ещё. Уже убили. Дальше пока страшно идти, никого не видно. Возможно, что есть куча противников. Поставляться вообще не хочется, честно вам скажу. Это моя любимая стадия на копе, когда появляются 20-е. Под аркейной руной можно прыгать, шотать пачки, очень быстро прокачивать нейтральные споты. Это очень приятно. Лично нашли ещё руну со щитом. Крутая руна на какой-то потенциальный файт. Винга есть рядом. С Финго я бы пообщался. Здорово, Винга. Офигеть, просто сбрили её. Ну, вы сами видите, насколько много урона. Наши комбинации. Дальше будет ещё больше. Купим себе Шиву. При нарате Шивы мы также будем терять весь наш урон со всех кнопок. Плюс догона. Там урона будет по 3000 где-то. За прокаст. Хорошо, отпушили ещё пачку. Надо ТП себе ещё довести потом. Королева идёт. Шиву начинаем собирать Дискорда. Чтобы уже иметь опцию накладывать дебаф. А противников рядом. Чтобы ещё больше усиливать наш урон с третьего. Из догона. Ну и с первого, соответственно. Плях, а там Леона убили. Надо вбэкать. Очень опасно. А можно уйти через гейт. Подключать верхние леса. Игра такая, знаете, как будто до одной ошибки. Если я разок свяжу, как будто ещё разок умру, то игра может резко закончиться. Вот такое напряжение ощущается. Такие страшные игры, но страшно интересные при этом. Нравятся они мне тоже по-своему. Своё идея на них есть. Опа, зомборез. Ха. Удачно, слушайте. Удачно я сюда пришёл. Отпушить линию. Табуще заберём тоже. Получим денежку. Зомби там ротуро с шардом. Терментора нашего забрать. Противники. Антирепорт есть. Не знаю, пока не хочется туда лететь. Просто ещё отпушить линию. Зомби опять пришёл. Хм. И пока там бодр может быть, да? Можно сразу купить, наверное, на плитку себя. На будущее. Пока я её возьму, лучше поношу. Так, надо на бот пойти помочь нашим. Хороший первый скилл от Титана. Тиммейт пошёл. А, только по ВК не попал. Госяча ловинку попробуем. Хорошо. ВК один раз убили. Нужно будет ещё раз убить. Ой-ёй. Ах, а там ещё и сэвчика поймал Леон. Молодец. Леончик мне нравится наш. Молодец, всех застелил. Старается, старается. Так, блядь, сон, денечка на шибу. Сразу везём себя. В итоге, трипл килл лёгкий вышел для нас. Дальше в этой игре я хочу линку сделать. На плотность. На то, что если вдруг пушку кнёт, не сможет меня съесть. Потом уже можно будет какой-нибудь ревшешек, наверное, сделать. Чисто в теории. Как будто можно будет, да. Пока никого нету, можем подпушить немножко Т2. Бутя. Леончик посасывает. Вот это спасибо, брат. И это приятно. Конечно, у меня монопул такой большой, что как будто это капля в море его посос. Так, нейтралку возьмём на усиление макурона. Вокруг. КПС-фчику поработать. Здорово. Здорово, братик. Тратил тиммейт, чтобы гарантированно забрать фраг. Он не смог никогда сэвиться. И погнали пока дальше качаться. Нужно ждёт ещё тройка. Сразу куплю себе ультимейт-орп. Чисто на статы. 3-400 хп у нас почти что есть на такой квапе. На 28-й, прикиньте. Как такую квапу убить? Щукущий армора. То есть это реально очень сильная боевая единица по итогу. Как вам, ребята, высказания от эсэпа? По-моему, очень мило с его стороны. Мне такой льстит. Не нравится, не нравится ему. Я надеялся, что кто-то придёт отпушить здесь эту пачку. Но, к сожалению, противники немного другие цели преследуют. Не разделились. Часть там бот отпушивает и сэв на топе. Было бы круто и сэвчика здесь поймать в лесу. Походу, что-то знает, да? По-моему, да. Кричула, она ещё дальше. Погнали качаться. Пока нет смысла что-то придумывать. Он позже, кстати, на виду появился. Не знаю, один он или нет. Но знаю команду противников, как будто... Он там не один будет. А там 10 человек под ним. У меня, в принципе, прокаст есть. Я готов в Туро подраться. Нажимаю шивы заранее. Прыгаю в толпу, нажимаю сонник по троим. Хорошо. Бываем зомби. Бляха-муха. Били зомби в рассказ ССФа. Ух, не успел, слава богу. Немножко поубивать надо этих зомбаризов. Мешается. Дальше ПНГ можно? Ё-моё, как ей больно. Офигеть. И по итогу идеально подрались. Папичу живой талант берём на сонник. Надо против убить. Аккуратненько, аккуратненько будем его чистить. Первый закидывать. Я считаю, он будет сейчас. Хорошо. Точка Сири Рэдал, думает, сейчас поможет. Нет, это так не работает, брат. Всё, и уходим. Сюда, сюда, сюда. Хорошо, изи, получилось убить его. Опять же, за счёт шибы у нас миллион армора. 22 плюс 15, просто думайте в это значение. ВК вообще не наносит рону как будто. То есть, даже можно с ним на кулаках подраться. Опять же, шмоток очень много. Дальше попробую сделать экторин себе. Всё, почаще нажимать свои ультимативные. Почаще давать прокасты. Теперь урона осталось на 25, там будет ещё больше от Соника. Может быть, утворять что-то за край не добрать зла. Ну, а после экторин уже можно будет сделать рефрешек. Так, на РПНГ поработаем. Как вам, пацаны, урон? Даже Дагон оставил. Это без Дагона был урон. Как-то так, в общем-то. А там баба пошла. Ну, мы просто прыгнем, убьём его. Там будет раппорт забрать. 27 логул по итогу. На 31-й. По-моему, неплохо всё. По-моему, прям круто. Собираем просто сливки с карты. Погнали? Расскажем Пуджу, что он не прав был. Здесь ещё третий, первый. Офигеть, он толстый, а? Еле убили его. Просто офигеть. Всё, появляется экторинщик, сразу сливки зон. Вместо стиков будем хранить. Карины с плюсов ещё даёт манер-ген тоже неплохой. Это очень важно. Всё, что надо было сделать. Всё, панали на Рошана. Там ребята колы выдают свои. Очень интересно будет послушать. Очень любопытно. Как говорится, Люба дорого посмотреть. И при чём тут Люба? И какая Люба. Подойдите на Рошана. Погнали ещё по миге проработаем. Сейчас будет у меня прокаст. Хорошо. Дараби Соника убили. Шипа очень сильно обойдёт. Наш урон, кстати, там ВК был подо мной. Вон, видите. Я увидел эффект Радика на себя. Давайте дальше мне зачистить. На удачу, Радик. Ну, а пацаны сейчас Рошана заберут. В принципе, с Аигой можем даже уже попробовать сыграть первым номером на карте. Игра наконец-то стала более-менее равная. По счёту, да? 36 на 36. Нет, 24 фрага. В общем-то, интересно. Ситуация любопытная на карте происходит. Штуку захватить надо. Там отсевщик ещё, он, рядышком. Мы просто бачку заберём. Пока никуда врываться вперёд не хочется идти. Пускай идёт там башка с Аигисом. Пускай она стегнет на себя внимание всех. Опа. Ляха, я не успел прыгнуть. У меня очень быстро расставался с Эф. Не получилось дать прокаст. До счёты я шкаю. Подойди, подойди. Он дождаст Шиву ещё. Хорошему, 5 секунд. Титанчик сдаёт пространство. У нас всё дождаться Шиву. А, Пуджа убьём, я думаю. Шива пошла. Идём дальше. Высекотому убить. Под нами ВК. Хорошо, ВК убили один раз. Блин, а как все умерли? Почему я один остался? Охренеть. Мы с Аигисом убили только одного Пуджа. И то как бы я убил. Надо повинги ещё. Да, кайф. Я на тебя пошёл. А, страшно, страшно. Страшно, рубай. Ляха, почему такая равная игра? Я не могу понять. Это я такой жёсткий, пацаны? Или союзники у меня слабые? Напишите в комментариях. Как вы считаете? Я пока хочу немножко стянуть их внимание на мид. Может кто-то ТТПшку даст? Забрали катапульту. Появился у нас талант на минус КД Соника. Очень рано тоже. Можем ещё чаще давать его в файтах. Сектарином КД будет очень маленько. Ну и дальше, наверное... Блин, мы даже агоним сделал в этой игре. Думаю, рефрешек сначала. Да тихо, братик, тихо. Чё надо? Чё надо, ИС-фчик? По-моему, он себя в поверил. Прямо очень сильно. Ну, нормально, только дали Соник. Уже 20 секунд. Сейчас снова откадешится. По-моему, Кубапану невероятно сильная. Как думаете, пацаны? Это же просто с ума сойти. У меня сейчас только нетворс, и я буду даже представить, сколько. Я прям сейчас могу себе агонимку пить съесть. 35-ая минута. 7 слотов. Хорошо. Бери ВК без жизни. Идеально получилось. 30-ый левел. Офигеть. Просто офигеть. 30-ый на 36-ой. Так, сколько у меня экспрема? Мне кажется, больше 1000 должно быть. А, пацаны продолжают фидить. Тотану убили. Офигеть, зумби... Зумби мало было этого. А, ну-го, вот так запинаем с руки. Хорошо. Биомастрика там был. Там ещё Винглус переубить. Так что это прям хорошо. Из-за интересного агонима попробуют и таким образом, то, что мы можем кидать все первые по области. И каждый раз, когда заканчивается действие яда, ещё прокать скрим. Очень круто ещё это работает, если противники толпятся. Друг от друга будут получать скримы. Вообще-то круто. Ну и после среднего агонима уже можно сделать рефрешек по средним слотам. Давай, нет, не надо. Давай сюда. За место потайки какой-нибудь. Погнали пока по миду попушим. Агонимчик приехал. Ну-ка. Хорошо хватило урона убить зомбика. Да? Уф. Так, а чуть не улетела на хуке. Это было очень страшно. Последние миллисекунды успел выпрыгнуть. Нормально, нормально. Сейчас у меня снова будет Соник. Цепчика просто убьём на халяву. И чё надо, уроды? Давайте выиграть. Пошёл Соник и уходим пока. Такой больше оборонительный был Соник. Хватает денежки уже на рефреш, кстати. Нуряно. По деньгам всё очень хорошо. Охудим руны щита. Соник почти откодешился. Можно снова ещё подраться с ними. Меня бы, конечно, СФ хотел убить. Погнали по СФ сначала. Ряха. Пошёл Соник. Замечательно. Сбрели его. Уходим, уходим. Пытался подсейвиться. Купил себе Юла. Гений исчисленный Сефи. Хе-хе-хе. Где Титан, блядь? Чисто гений. Я себе держу ещё пока деньги на бай. На случай, если вдруг как-то неудачно подерёмся. И умру. Наша игра может очень быстро закончиться. Вообще, я не знаю. Может даже... Пока ещё думаю. Замечательно рефреша сделать игрыжный Юл. Прежде всего какой-то подсейв был. Потому что они к вот Эйзи могут меня потом ещё забёрстить. Если вдруг что-то пойдёт не так. Аху, у меня сосед начал сверлить. Не знаю, он слышен или нет. Как пожелать. Но вот это из-за интересного. А если слышно, то не особо громко. Не люблю-то, когда такое происходит. Ах, оно, по-моему, должно быть слышно. Всё, вроде пока перестало. Кайф. Да, Юльчик хочу, наверное, сделать. Потому что очень легко у меня будет подспить. Убить как-то. Там у них уже слишком много всего. Как доп. Подсейв. Плюс у меня... Уже и так слишком быстро, когдаёшься кнопки. Значит, Актерина, значит, таланта. А лишний, пацан, будет не лишний. Папа, зомбарик. Ого. Здарова. А там ба ещё у него там выросла. Тому поколению убивать, если честно. Да вы чё, а? Пацанчики, алё. Давайте выиграть. Пожалуйста. Хуйтеры хотели меня убить. Прикиньте. Офигеть просто. А зомбарезы прибежали. 9 тысяч у меня на руках. 9200. Офигеть. Знаете, очень сильно напоминает рубрику, где тип 1х5. Где все противники левают, а ты играешь соло. Я вот чувствую примерно вот то же самое сейчас в игре, то, что происходит. ВК разок убил, он ещё встанет. Бля, сосед начинает газовать ещё больше. Своей дрелью. Капучек убить. Нагубингу ПК. Пошло, поехало. Здарова, парни, как дела? Бля, хана саганимовичью. Какой ужас. Ладно, я всех убил. Я всех убил. Вау. Это просто жесть. Это просто жесть, пацаны. 36 на 1, а? Что, нормально бахаем? Или нормально-нормально? Пан не с нашего ММРа, по-моему. Не с нашего ММРа, Мирана говорит, да. Ну, как будто иначе бы игра проигралась ещё. Не знаю, минут 20 назад. Вот, Замбарик ещё разок. Так, и как же ему больно. Как же ему больно. Я просто его забираю. По-прежнему так же спокойно. Причём он достаточно толстый герой. Но урона Спаркаста хватает. Мне это ещё жаль, то, что Таймлес Релик не выпал. Это сильнейшая нейтралка на попу. В 4-ом теле. Если бы он ещё выпал, я не знаю, пацаны. Там, по-моему, в пике где-то 300 или 34 стороны Спаркаста получаются. С этой нейтралкой. Это просто с ума сойти. Это в АУЕ, прикиньте. Реально. Ну, а на самом деле в АУЕ там чуть поменьше. Ты ещё вместе с Дагоном. Но всё равно. Это просто ужас. Забираем пока бараки. Там уже венга СФ встали. Пока особо не боюсь. Как будто шансов меня убить в них нету. Объективно. Пока что. 15 тысяч. Просто на руках ещё есть. Прошок. Просто ужас. Погнали, прокастик. Сберили Ли СФ-чика. А подвыть им надо. А пуши, конечно, очень толстые. Ему только половину ХП получилось снять. Делось бы, конечно, побольше. На АБК бежит ещё. На разведку. Я в АПЛНГе хотел поработать. У меня скоро-то даже СОНИК. АБК подо мной. Радик появился. Немножко подвыть всё. Можно будет дальше СОНИК дать. Поехала. Хорошо. Убили Пуджа. Убили Вингу ещё. Отлично. Просто СОЛО максимально, пацаны. Но если не это СОЛО, то что тогда СОЛО? Напишите в комментариях тоже. Ужас. Просто ужас. Убили люди Винги. А подвытье как будто надо, мальцы. Мне страшно под зомбариками. Не хочется вообще. А, ну можно СОНИК дать? Я вроде должен умереть. Ну, это вторая жизнь ещё. Бойбэки пошли. Да чё происходит? Пацаны, я выиграть сюда пришёл. Я хочу просто выиграть игру эту. Можно, пожалуйста, а? Ради всего святого. 17 тысяч у меня. На кармане ещё. Ё-моё. Да просто. Просто за вас идти. Сколько у меня ГПМа? Как вы думаете? Я поставил мировой рекорд или нет? Как вы считаете, пацаны? Ага. Как думаете? Только честно. Не знаю, я, наверное, думаю уже купить. Грыжный ул себе. Либо Хекс, либо чё. У меня очень много денег. Но реально не знаю, куда их потратить лучше. Куда лучше инвестировать. Непонятно. Так, нейтралка. А, бляха. Там есть релик. Вот, пожалуйста. Всё, поехали, пацаны. Наконец-то, наконец-то. Сейчас поиграем. Вы готовы, мужики? Вы готовы, а? Ну-ка, сейчас проверим урон. Бляха, я только по сомбаре задал. Ну, и так всё. Так всё получилось. Сюда, погнали пока. Куплю себе грыжный ул. Там противники стакнулись, идут дальше пушить. 15 секунд у меня откуда-то, что Соник. Пока немножко их прохарасить просто. Разогреть. Ваши центральные казармы разрушены. Как раз все стакнулись вместе. Под шибу. Поехала. Здорово, пацаны, а? А-а-а. Чё творится, а? Чё творится? Трипл килл. Ляха, ультракилл не дали сделать. Ладно, гостача иллюзию, наверное, запинаем. Замбарик, я надеюсь, они дож... Э-э-э, сами дожрут. Да. Дожрали. Нормально, нормально. Надо идти дальше пушить. Мне хватает золота на сатаник. Какой погодит. Блин, у меня снова 13 тысяч монет. Снова 13 тысяч есть. Я не знаю. Как будто бы я минус голод прописал. Типа в чате. Вот такое ощущение есть. Деньги сыпятся горой. Как бы всё хорошо подпушить бы. Не знаю, чё там Пашка делает. Как будто пацанчики, но объективно не играют. Если честно сказать. Если сравнить вражескую команду и нашу. Есть такое ощущение, пацаны? Прямо противники реально потеют. Ванил с изеф на подбытие. Прямо не успел прыгнуть. Ну ладно, в этом пофиг вообще. Бурна особо не нанёс. За Марикой немножко пробили. Нужно кончать уже. Всё хорошо. Но иначе потом шансов выиграть будет меньше. Пошёл прокастик. Сапчика убили. Дальше по зомбику. Ну и как будто всё. Какая-то интересная игра, ребята, у нас получилась. Не забывайте ставить лайки. На канал подписываться. Комментарии писать. Заказывать буст. В описании есть ссылочка. Калибровка обучения тоже, что у нас имеется. С вами был Незнаков. Для новых встреч, ребята. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok